И открываем глаза. Информация для архива. Сегодня у нас 10 марта 2012 года. Мы находимся в городе Пскове, улица Новоселов, дом 30. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Меня зовут Анна Молохова. Я являюсь преподавателем Международного йога-университета. И лекция у нас по теме чакры. И у нас сегодня будут звуковые вибрации. Часть занятий мы попрактикуем. И я немножечко расскажу о чакрах. Сейчас принесу материал. Международного йога-университета. Международного йога-университета. Не открылся? А, там может быть, потому что в формате док с иксиком. И они всегда открываются. А потом делаю, переприкреплю. Итак, тема нашей занятий сегодняшнего чакры. И мы уже касались на некоторых занятиях, по крайней мере, практически. Или там какие-то упоминания были по поводу чакр. То есть у нас есть наши тела физические. Есть некая структура наших тел. На уровне физического тела. Точно так же есть некая структура, некое строение более тонких наших тел. И мы, имея физические тела, мы имеем эмоции, чувства, переживания. И мы как-то в этом мире проявляемся. Мы что-то делаем. Мы о чем-то думаем. Мы как-то двигаемся. И разные наши действия, разные наши поступки, направления наших действий, направленность, она имеет различные отклики в нашем теле. Ну, например, если мы занимаемся физической работой, да, мы выполняем какие-то, например, физические упражнения, то чаще всего акцент наших ощущений как бы сосредотачивается в нижней части нашего тела. Если мы заняты умственной работой, да, решаем задачи, например, какие-то. Или там на работе какую-то, ну, что-то сложное нам поставили, какую-то цель, мы начинаем думать усиленно, да, или там школьники, которые решают задачу по математике, то ощущения сосредотачиваются как бы в области головы, да, то есть если мы о чем-то думаем, это одни вещи, да, если мы что-то делаем на уровне интеллектуальном, скажем так, если мы делаем на уровне физическом, то это ощущения в других частях тела. Тот факт, что мы иногда этого не замечаем, то есть мы на это просто внимания не обращаем, да, опять же не говорит о том, что этого нету. Если начать прислушиваться к своим ощущениям во время тех или иных действий, да, когда мы что-то одно выполняем, либо другое выполняем, то явно акцент будет заметен. И чем больше мы занимаемся йогой, чем больше утончается восприятие, естественно, тем это мы сильнее ощущаем. Опять же, наши эмоции, то есть иногда это эмоции расположены в одной части тела, да, когда мы, ну там, ощущение влюбленности или там любви к кому-то, не обязательно к мужчине, вот просто, да, когда нас накрывает как бы такая вот волна, вот люблю всех, или там кого-то конкретно вот обнять хочется, да, вот тактильное, у нас возникает вот в этом месте, да, то есть вот все в сердце мы ощущаем. Потом что-то иногда волнение какое-то или что-то там в области, допустим, живота, да, там бывает, что там несварение случается, еще что-то. То есть на разные эмоции вызывают как бы отклики в разных участках тела. Так вот эти участки тела как раз-таки есть чакры, то есть, да, определенные привязки, это есть чакры, некие центры. Они, как уже говорила, строение у нас такое, что у нас есть центральный энергетический канал, да, то есть центральный канал, канал сушумно называется. Есть еще два боковых канала. Один левый, пингало правый и долевый. Но как бы сейчас не о каналах речь, поэтому это так, как бы вот, чтобы у вас немножко накапливалась информация, чтобы когда рассказывалось уже о каналах, вы уже знали, что есть канал центральный, есть боковые, чтобы это так усваивалось в голове, повторением отечения. Вот, поэтому у нас три канала центральный, один боковой, другой еще один боковой. И на центральном канале, как бы вот нанизаны вот эти чакры. Образование вот этих чакр, вообще чакры, они сводятся все это вообще к творению Вселенной. И вот вся информация, да, как всегда опять я забыла сказать в самом начале, что вся архивная информация по йоге на сайте openyoga.ru, есть еще сайт happyyoga.narod.ru, вот. И на сайте openyoga есть курсы интернет. Вот если зайти в интернет-йога курсы, ну или вот в этих разделах есть раздел аксиоматика. И в интернет-йога курсах тоже есть раздел аксиоматика. И там вот один из, как бы, шагов творения Вселенной. Если вот подробнее, то это можно там прочитать. Потом еще по чакрам есть отличная книга, написанная Артура Валон называется. Называется эта книга «Змеиная сила». Конечно, там она немного сложновато, может быть, будет для прочтения, но, тем не менее, если вы начнете, то постепенно, да, там, ну, может, не сразу, там, один раз, второй, ну, как-то вот, начиная читать, что-то будет, какие-то образы появляться, что-то будет проясняться. Вот. «Змеиная сила», она как раз вот и основана, она рассказывает о чакрах. И она, как бы, это комментарии к древнему тексту, который был написан с вами Пурнанандой. Этот текст называется «Шат чакра Нерупана», «Описание шести чакр». Это тоже аллегоричный, ну, аллегорически написанный текст, то есть в форме стихов. У меня вот я распечатала, потом, там, если останется чуть-чуть времечко, я зачитаю какие-нибудь стихи. Ну, не стихи, а вот как бы, как описываются эти чакры. Они описаны таким образом, чтобы у вас возникали некие визуализационные образы чакры, чтобы можно было лучше подойти к её восприятию, к её ощущению, к её неоживлению, как бы, а чтобы её могли лучше ощущать, каждую чакру, да. И выполняя, читая вот эти тексты, это одновременно является, как бы, и медитацией. То есть вы, читая, у вас возникает визуализация, вы начинаете видеть, как бы, в своём воображении некие образы, которые возникают в связи с прочтением. И это начинает, как бы, вот, оживлять, не оживлять, а, как бы, вот, приближать ваше ощущение в данном центре, да. И вот эти тексты, как бы, это, ну, рекомендуемая литература, которую хорошо бы прочитать. Конечно, это не обязательно, там, вот, что кровь из носа, потому что достаточно тяжело читается. Читаются эти вещи, эти вещи. Вот. Но вот они есть, и это, вот, как бы, из-за разряда первоисточников, скажем так. Это то, на что следует опираться. Не на то, жёлтую прессу, там, и всякие вот мистические вот эти эзотерические образы, накрученные, которые распространены в интернете. И это тоже, конечно, тоже всё есть в интернете. Шак-Чакра Нерупана, но это более серьёзные, скажем так, вещи людей, которые на самом деле на это положили громаднейшее количество времени, лет своей жизни, изучения и так далее, и тому подобное. Так вот, значит, чакра, это образование чакра сводится к творению Вселенной. То есть, уже, опять же, говорила на лекциях, да, сначала ничего не было. То есть было, это вот ещё называется в йоге закон ноль. То есть был непроявленный абсолют. То есть ничего не было, и на этой стадии сказать вообще сложно об этом что-то конкретное, потому что ничего не было, да. Потом абсолют воле изъявил проявиться. Опять же, вот воля, акцент ставлю, да, что развиваем волю, потому что это вот воля, это самое, как бы, грандиозное могущественное вече, которое у нас есть. Если мы умеем ей пользоваться, если мы её осознаём, то мы начинаем обладать, ну, реальным могуществом, потому что только воля, это было самое первое, что породило вообще эту Вселенную. То есть непроявленный абсолют, он воле изъявил проявиться. Он проявился. И затем он, как бы, когда он проявился, он поделился на сознание и на энергию. Это я вообще вот так вот на пальцах объясняю, да, ну, быстро, быстро, более подробно, опять же, на опен-йоге можно прочитать. Вот, он, как бы, разделился на энергию сознания. То есть он, как бы, это всё, вот, опять же, с такими образами, чтобы можно было как-то зацепиться разуму, да, на то, чтобы понять. Он, как бы, решил посмотреть на себя со стороны. И он разделился на сознание, на ту часть, которая неизменна, это постоянное, вечное постоянство. И на ту часть, которая вечное видоизменение. То есть то, что постоянство, оно, как бы, наблюдает за тем, что видоизменяется. То есть то, что видоизменяет, это энергия, это как бы женский принцип, и то, что вечное неизменность, вечное постоянство — это сознание, это мужской принцип. И он разделился на два. И вот эти два сознания энергии, они как бы не то, что они на две половинки разделились, а это как бы две грани одного целого, которые разделены майей, иллюзией. То есть всё многообразие мира, которое мы видим, — это посредством майя. То есть иллюзия — это не когда мы что-то одно считаем чем-то другим, это невероятно плохое. Это то, что творит многообразие мира Если бы не было майя, то есть иллюзии То мы бы не могли видеть то, что мы видим сейчас То, что все объекты явления порождены сознанием энергии То есть ее комбинацией сознания и энергии И сознание энергии разделяет вот эта тонкая грань Бывают в разных философских системах Есть разные символы И один из них, там круг, например, который разделен Полосочкой Вот как раз сознание энергии и полосочка вот эта вот Она разделяет, это вот майя И затем сознание энергии, они как бы расходились и сходились То есть они разделялись и соединялись Разделялись и соединялись Вот они разъединились, потом соединились И это породило принцип сознания И вот первая чакра, которую мы видим, да Вот распечатана вот снизу, если начинать Потому что с последнего, сахасрара, да, чакра Это принцип сознания у нас Вот энергия разъединилась в сознание, потом они соединились, и это получилось сознание, принцип сознания, да, принцип Вселенного, Вселенного сознания, Вселенского. И наша, и как бы каждая чакра, каждого отдельно взятого живого существа, это как бы, условно говоря, мы берем как бы в аренду, да, вот как бы часть Вселенного, вот принципа Вселенной, то есть Вселенского сознания. И мы арендуем часть вот эту. И чем больше мы развиваем своё сознание, оно и так грандиозно, равно велико абсолюту. И по большому счёту, если мы его раскроем, если мы поймём, что мы через свой принцип сознания можем слиться с сознанием Вселенной, то нам подвластны всё, что есть в этой Вселенной, все знания, какие есть в этой Вселенной, они доступны и нам. Просто мы этого не знаем, мы не можем этим пользоваться, мы не можем расширить своё сознание до уровня Вселенной. Но, тем не менее, мы берём как бы в аренду часть принципа общего, то есть часть принципа Вселенной. И вот так вот разъединяясь и соединяясь, энергия и сознание творили принципы. То есть сначала принцип сознания, затем принцип разума, следующая это таджина-чакра, которая между бровей у нас находится, это принцип разума. Затем, значит, дальше пошла опять разъединилась сознание и энергия, соединились, дальше пошло принцип пространства. Да, принцип пространства, это вот горловой центр. Дальше опять разъединились, соединились, принцип, это сердечный центр, анахата-чакра, сердечный центр, да, это у нас принцип воздуха. Вот, потом, значит, опять разъединилась энергия сознанием, соединилась, это следующий принцип огня, пупочный центр, да, манипура-чакра или манипура, то как её называют. Вот, следующая, ниже, это чакра воды, это наш такой сексуальный, скажем так, центр, да, сфатхистана-чакра или сфатхистана. Ше и Се очень часто в санскрите их там что-то, не путают, а по-разному их внутри. Да, да, да. Вот, принцип воды. Следующая, мулатхара, принцип земли, это корневая наша чакра, да. Вот, и вот эти принципы, значит, творились, и, соответственно, проявление, вот чем ниже к принципу земли, да, тем свет сознания более яркий, и тем энергия, вибрации энергии более тонкие, практически незаметные. И чем мы приближаемся ниже, то и самая нижняя чакра, да, получается, что у нас энергия, наоборот, вибрации более грубые, более такие вот интенсивные, а свет сознания более такой слабый, да, она еле-еле просвечивает это сознание. То есть поэтому наши эмоции, наши, как бы вот, когда нас захватывают, да, и мы, они менее контролируемы сознанием, это как раз вот находится на уровне нижних чакр. И чем мы выше, чем мы больше развиваемся, чем мы больше сознание свое развиваем, тем мы больше, как бы, поднимаемся вверх, по-духовному, я имею в виду. То есть чем больше развивается наше сознание, тем больше развиваются более высокие, вышестоящие центры, вот. И вот это творение, когда происходило, то есть энергия с сознанием расходилась, сходилась, творились, вот эти принципы создавались, да, и это все, и затем вот эта энергия, основная база, вот эта энергия кундалини, которая говорится, да, энергия творения, которая все этот мир породила, создавала, она вот в виде змеи, энергия кундалини, которая называется в виде змеи, в три оборотика свернулась, три с половиной, и заснула в основании нашего тела. И там эта энергия спит, и она производит некоторое количество энергии и поглощает, то есть производит и поглощает, и получается вот эта эманация, то есть между тем, что она воспроизводит энергию, и между тем, что она поглощает, вот эта вот часть, гвосставшаяся, идет на поддержание наших жизнедеятельностей и так далее, и тому подобное. Чем больше мы имеем способность вот эту энергию как бы пробуждать в себе, то есть мы ее не полностью пробуждаем, энергию кундалини, а вот эту эманацию увеличиваем, вот этот выброс, и мы вот его можем использовать. Но про кундалини это отдельная тема потом. Вот, так вот, чакры, вот эти принципы, они творились, да, и каждая, то есть чакра, каждый принцип, он имеет отношение к каждому органу. Допустим, принцип земли, не органу, а нашему, каждому органу чувств. Принцип земли — это наше обоняние. Да, вот здесь в колоночке, вот в первой, да, написано. Принцип земли, мулаттхара-чакра, обоняние. Следующий, следующий, который принцип воды, свадхиштана, это вкус. Дальше поднимаемся, манипура — это пубочный центр, принцип огня. Да, принцип огня — это у нас зрение, то есть когда, вот, когда творение вот это происходило, то есть когда появилось, когда был сотворен принцип огня, у нас появилась способность видеть. И вот этот центр связан непосредственно с нашим зрением. Вот, следующее, значит, анахата-чакра, сердечный центр, это осизание, то есть это наше тактильное ощущение. Как раз ньяса-йога, да, то, что я, ну, то, что на занятиях подхожу, дотрагиваюсь, это ньяса-йога. То есть усиление, усиливает вообще эффект практики хатха-йоги в 7-10 раз. И хатха-икри, в принципе, практику йоги в 7-10 раз. То есть это непосредственным образом, кроме всех прочих воздействий, которые она оказывает, она влияет на развитие наших тактильных ощущений, на развитие нашего сердечного центра. И вообще все тактильные ощущения, которые вы в своей жизни применяете, то есть объятия, да, когда вы с другими людьми, там, прикасаетесь, дотрагиваетесь, там, массажи, это развивает непосредственно ваш сердечный центр тактильный. И наш, и того человека, которому делают. То есть это, оно идет двойное, двойное воздействует и на того, и на другого. И вот в ньяса-йоге, да, я немножко в сторону отойду, что рекомендуется те ощущения, которые у вас возникают. И когда к вам кто-то подходит, ну, когда я, допустим, в частности, подхожу, дотрагиваюсь, да, воспринимать не то, что я до вас дотрагиваюсь, а то, что это абсолют, то, что это вселенная до вас, к вам, ну, как бы прикасается, да, то есть не человек, а через человека, как бы вам, вот, в то место, где дотрагивается, это вот абсолют, не ассоциативную связь не с человеком проводить, да, все-таки здесь более глубинные идут процессы, вот. Вот, это, ну, как бы, просто как вот рекомендация, да, во время выполнения йоги. Вот, это анахата чакра. Следующая у нас горловой и центр, вишудхи. Это принцип пространства, как уже говорила, да, это у нас орган слух. Вот, дальше принцип разума, мысли. И следующий принцип сознания, это у нас орган чувств энергии, то есть это, если принцип сознания, да, то, что он, как бы, наблюдает, ну, сознание зачем-то наблюдает, да, зачем он, говорит, за энергией. То есть то, что неизменное сознание, оно имеет, ну, как бы, то, что что-то, одно проявление что-то делает постоянно, а второе проявление что-то за этим наблюдает, да, вот это проявление, которое наблюдает это сознание, и то, что что-то делает, это энергия, в общем, это орган, орган. Здесь как бы даже не орган чувств, то есть хасраль это вообще отдельная такая вот у нас чакра. Некоторые даже к чакрам не относят, а к немного другим структурам. И графически, да, то есть каждая чакра, это не то, что она лотоса, да, там лепестки, цветки лотоса. Это не имеется в виду, что физически там у нас в теле, внутри там у нас лотосы эти насажены, или там они растут, или как-то. Это, естественно, все приближенное, чтобы была визуализационная зацепка нашего разума, чтобы было как бы над чем работать, с какими образами работать, чтобы оживить внутри себя вот эти ощущения вот этих чакр. И графически, примерное изображение вот здесь, посерединке колоночка, да, изображение вот этих чакр. То есть каждая чакра представляет из себя как бы лепесток лотоса с разным количеством лепестков, Цветок лотоса с разным количеством лепестков. И на каждом лепестке написана буква санскритского алфавита. Если с Маладхара начать, с нижней чакры, то она представляет из себя четыре лепестка, и на каждом из лепестков написана буква санскритского алфавита. Вот здесь в соседней колонке слоги. Вот Ва, Ща, Ша и Са. И в серединке, вот в серединке самой, да, это буква, это биджа мантра называется, чакры, лам. Это то, что мы будем делать в практике, то, что мы делали уже в практике, да, то, что мы делаем, биджа мантры, чакры мы воспроизводим. Вот, и вот она как бы в середине квадрат, геометрическая фигура этой чакры, квадрат, и в середине этого квадрата буква лам. Что означает звук? То есть вибрации, то есть лепестки лотоса каждого, они вибрируют, то есть они, это цветок как бы живой, да, он не замерзший, и он воспроизводит определенные вибрации. И звук этих вибраций, вот, звучит как лам. И следующая чакра, принцип воды. А почему квадрат? Ну, почему квадрат, это не могу сейчас точно вам объяснить, это вот к текстам вернуться нужно, чакра не рупана, и... Что у них вот разные же идут? Ну да, квадрат, круг, треугольник, ну, здесь месяц, треугольник, потом... Вот почему в анахате два треугольника, вершина вверх и вершина вверх. Ну, вообще анахата чакра, это тоже очень такая интересная. Кроме всего прочего, да, я много раз тоже говорила, что он центр равноудален от принципа сознания, принципа энергии. То есть в нем уравновешивается сознание, уравновешивается энергия. Поэтому решение, если вам нужно принять решения какие-то, да, то лучше концентрироваться на анахата чакре, делать медитацию на сердечный центр, ну, хотя бы даже пожелание счастья всем живым существам, что развивает сердечный центр, да. Он равноудаленный центр от центра энергии, от центра сознания, макушки головы, и от центра энергии. То есть мы... У нас не будет перекоса в сторону разума, либо в сторону энергии, в сторону эмоций, как бы. Да, мы будем решение принимать сбалансированный. В нем будет в равной степени присутствовать и здравый смысл, и эмоциональная окраска. То есть мы не будем уходить в неверную тропиночку, да. Это вот уравновешивается. Эти два треугольника, они обозначают, то есть уравновешенность, как это она еще звезда, как звезда Давида выглядит, да, с шести граней. Вот. Поэтому вот поподробнее, если вот эти вот аспекты именно геометрического изображения, почему именно так, а не как иначе, почему лепестков столько, это вот лучше обратиться к текстам «Шах чакра Нерупана» и «Артур Ваун, змеиная сила», где описывается. Там даже больше, это как бы даже не все изображение, потому что там в каждой, там много образов, там в каждой чакре еще присутствует женский образ, мужской образ, образ животного, как бы это все вот здесь буду, конечно, вам прочитать. прочитать. Ну, вот, понятно, лам, это мы производим вибрацию, а вот в четырех лепестках вот эти слоги, их что мы производим? Мы их с ними ничего не делаем, это вот для дальнейшего, для того, чтобы визуализацию, если вы будете дома для себя визуализировать эти образы, если вы будете эти буквы рисовать, например, да, и, ну, вот эту, допустим, схему возьмете как янтра, это является янтрой чакры. Если вы будете ее, допустим, рисовать и произносить звук лам, вы еще больше ассоциаций подтянете к этому центру. То есть то, что мы делаем только звук, произносим лам-лам, скажем так, это часть практики, потому что сразу наш разум не, ну, как бы он просто не в силах воспроизвести всю вот полноту описания чакры. Анатолий Криво, а у вас есть какие-то ссылки, вот эти ссылки? Я напишу. Список лейтмедуров? Да, я напишу, я приду, когда я напишу их, да. Потому что на самом деле это просто, ну, в рамках практических занятий того, что мы вот делаем, ну, вот хатха, крия, там это, это просто нереально, потому что, ну, ты же не знаю, зачем? Потому что нужно надо читать самому. Здесь нужно читать, это не один раз читать, это миллион сто пятьдесят раз перечитывать, потому что, ну, тут на самом деле... Ну, мы вам скажем, что сразу все придает. Ну, давай, ну, как бы сейчас, для интереса, да, вот анахата чакра, мулатхара чакра. Сейчас мы вступаем в адхара лотос, это мулатхара, то есть это как бы не полное слово адхара, тут взят, ну, это, опять же, разница, не разница терминологии, это, то, что это тихотворный, скажем, такой слог, и иногда так. Он прикреплен к арту входу, сушумно, и расположен между анусом и половыми органами. У него четыре лепестка малинового цвета, и его головка свисает вниз. На лепестках буквы блестящего золотого цвета, от Ва до Са. Здесь чакра земли, окруженная восьмью сияющими копьями. Она ярко-желтого цвета и прекрасна, как молния, и биджет хары слог лам в ней. Украшенный четырьмя руками и выседающий на царе слонов, он несет дитя-творца, блистающего, как восходящее солнце. У него четыре руки и четырехкратно богатство его лотосоподобного лица. Здесь обитает богиня по имени Докини. Ее четыре руки сияют прелестью, а ее глаза блестяще красные. Она сверкает, как свет многих одновременно встающих солнц, и она всегда поддерживает проявление чистого сознания. Возле рта Нади, называемой Ваджра, Нади — это канал, и в основании лотоса Муладхара постоянно пребывает сияющая, прекрасная и нежная комарупа, которая треугольник Трипура. Здесь Вайю. Вайю — это как бы энергия, это ветра, скажем так, праны разные, называемые Кандрапа, еще более красная, чем цветок Бандхуджива, и оно, владыка бытия, сверкающее, как десять солнц. Вот примерно таким образом описывается чакра, но это еще не полностью, там еще много, несколько стихов, это описывается, это описывается одна единственная чакра. Так вот, изобразить это, вот, поэтому это для, это каждая уже индивидуальная практика, да, то есть, кто, кому хочется более углубиться и на какой акцент сделать внимание, это уже вот как бы сразу это сделать просто невозможно. И, по крайней мере, пока вот рекомендуется, допустим, начать с звуковых вибраций, допустим, да, воспроизводить звук, хотя бы, чтобы почувствовать потом какие-то вибрации, например, в этом месте, да, потом уже будут подтягиваться какие-то образы, если вы читаете вот эти вот стихи. Вот. Поэтому пока, ну, как бы, это очень... А вот это является янтро, и это, естественно, усиление практики. Если вы будете, кроме того, что произносить, рисовать, допустим, вот эту янтру и рисовать вот эти буквы, это еще больше усиливать и концентрироваться на конкретном центре, то есть, муладхары, чакры взяли вот эту янтру, да, начинаете ее рисовать и начинаете произносить звук лам и акцент, внимание свое направлять на вот корневой замок, да, не на замок, а на корневую чакру. Там, если вы еще сделаете, допустим, банху, мула-банху, то, привлекая свое внимание к этому, то ваша энергия туда пойдет, да, то есть, вы начинаете ее лучше ощущать, она начинает лучше проявляться, да. Потом еще хотелось бы сказать, что то, что бывает, да, у нас там чакра открыта, чакра закрыта, это, конечно, как бы не очень... Да, здесь, ну, тоже игра терминологии идет, да, но на самом деле это неверно. То есть, у нас чакры у всех открыты. Если бы их не было, то мы бы просто не могли жить. Они просто по определению не могут быть закрыты. Мы их просто, ну, не можем правильно ощущать за счет того, что, опять же, нашего какого-то опыта, нашего, наших загрязнений, скажем так, мы, ну, как пылью замок зарос какой-то, да, и у нас есть ключик его открыть, но, как бы, пока мы пыль не сотрем, пока мы не уберем грязь, вот эти наши, наш предыдущий опыт какой-то, да, то мы не сможем подобраться к этим, к этому замку, например, да. Но это не то, что замка нет. Он есть. Это все в нас присутствует, и оно работает. Если бы оно не работало, мы бы, в принципе, ну, трупами были, потому что, ну, все чакры, они все между собой взаимосвязаны, и это все, как бы, как один... Если у нас есть сердце, если оно не работает, то мы не живем. А то, что мы его не ощущаем, как оно работает, не значит, что его нет. Точно так же, как и чакры. Они все есть, они все открыты, они все работают. Наша задача распознать их, научиться почувствовать их, их вибрации, и научиться ими управлять. То есть, если нам... Это, опять же, мы управляем... Если мы умеем, знаем и получаем вас ощущать, вот эти чакры разные, да, то мы начинаем понимать, что вот там ситуация возникла, у нас пошла эмоция. Эта эмоция пошла от чакры. И если мы знаем, от какой, мы можем переключить свое внимание на другую чакру. Ну, допустим, у нас, ну, там, страх, например, возник, но он неуместен. Он нам не нужен, этот страх. А страх возникает, допустим, в Муладхаре чакре, да, самый нижний центр, как бы, это вот такая эмоция, вот, которая, ну, до определенного уровня, когда мы были в телах животных, она нужна была, потому что мы от страха, мы убегали, как бы это спасало нам жизнь. Но когда у нас есть разум, иногда страх нам мешает. И чтобы убрать этот страх, например, мы можем переключить свою эмоцию на другой центр, допустим, на сердечный. И как бы НР, ну, как бы, и мы воздействие начнет больше, больше действовать центр, допустим, сердечный центр любви, например, да, и страх уйдет из-за того, что мы переключим акцент. То есть мы начнем управлять своими эмоциями, переключая с одной эмоции на другую, то есть в уместном формате. То есть если нам уместно где-то проявить какую-то эмоцию, мы раз в начало круга внимания послали, там ее возбудили, ее заставили поусиленнее поработать, и пошла та эмоция, которая нам нужна, да. И вот, то есть это, опять же, мы развиваем свое могущество, свою способность управлять собой, своей жизнью, своим миром, тем, что мы хотим, да. То есть мы определенные способности обретаем в связи с этим. Вот. И вот эти вибрации, да, лотосы, то есть лотосы, лепестки лотоса вибрируют и издают в определенные вибрации, да, лам, следующее, вам, потом рам, центр пупочный, центр сердечный, ям, хам, это центр горла, ом, ну и самое верхнее, это мантра, мантра, биджа мантра, хрим, или мы вот выводим иногда звуком м, просто это м, когда м мы мочим, это макушка головы, тоже, это не звук, м считается, это анус вара, то есть окончание звуков, то есть есть звуки, и когда мы там о, м, мы замкнули, как бы м, то есть это не звук, а это завершение, произнесение звуков, вот, но биджа мантра, это мантра хрим. Так, по теории, кажется, я все рассказала, я думаю, что на следующем занятии, возможно, мы можем, мы еще поговорим о чакрах, я просто еще поподробнее расскажу, и попробуем попрактиковать, вот, с янтрами, да, допустим, рисовать, там, треугольники, квадраты, и мантры проговаривать. Сейчас мы попрактикуем, биджа мантры, садимся в удобную пузу, закрываем глаза, просматриваем свое тело еще раз с внутренним взором, отпускаем напряжение в теле, погружаемся в ощущения своего тела, и просматриваем позвоночник, центральный энергетический канал, трубку небесно-голубого цвета представляем в этой области, и мы направляем свое внимание на основание тела, это у нас принцип земли, и могут возникать образы, которые связаны с землей, это материальные образы, природа, горы, все, что у вас ассоциативно связывается с землей, с материальным миром, можно это представлять в своем воображении, и мы начинаем произносить звук лам, мы произносим в своем темпе, в своем ритме, делаем вдох, и с выдохом начинаем лам, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 РАМ 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 Рам-рам-рам-рам-рам-рам. Рам-рам-рам-рам. Заканчиваем. И в область середины груди поднимаемся. Это у нас сердечный центр, анахата чакра. И здесь у нас лотос с 12 лепестками. Представляем его. Это у нас принцип воздуха. Воздушное пространство, воздух. Представляем ветер. Орган чувствует это тактильное ощущение. И звук, который воспроизводят лепестки, вибрируя, это звук ям. Делаем вдох и с выдохом ям. Ям, 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 ям. Ям, ям, ям. Ям, ям, ям. Ям, ям. Ям, ям. Ям, ям, ям. Ям, ям. Ям, 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 ям. Ям, 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 ям. Ям, 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 ям. Ям, 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 ям. Ям, 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 ям. Ям, 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 ям. Ям, ям, ям. Ям, 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 ям. На основании шеи переносим свое внимание. И в основании шеи представляем 16-ти лепестковый лотос. Это у нас принцип пространства. Орган чувств, слух. С появлением пространства у нас появилась возможность слышать. И звук хам. Мы делаем вдох и с выдохом начинаем звук хам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Делаем вдох и с выдохом произносим «Хрим», 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 «Хрим». «Хрим», «Хрим», «Хрим». «Хрим», 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 «Хрим». «Хрим», «Хрим». «Хрим», «Хрим». «Хрим», «Хрим». И заканчиваем, ложимся отдыхать, шавасану. «Хрим». 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!